Ну а символом, можно сказать, нынешней богемы можно назвать Владика Мамышева Монро. В нашем городе открылась выставка этого светского известного персонажа, на которую другие, тоже весьма известные личности, представлены в необычном свете. Вместо картины Перова цифровая фотография. Вместо классической позы Достоевский летит с лестницы. Литературоведы падают в обморок. Владислав Мамышев Монро представляет персональную выставку. В Достоевский в Баден-Бадене. Именно там писатель проматывал свои гонорары и устраивал дебоши. У нас привык сделать у него икону какую-то такую, знаете, икону скорби, печали, глубокомыслия. Хотя, насколько я знаю, а я, поверьте мне, кое-что знаю, он как бы обладал определенным чувством юмора. Мастер перевоплощения Владик не боится привидений и бесконечно меняет образы. Он успел побывать с Гитлером, Мерлин Монро, Штирлицем. Сходство такое, что даже родственники иногда путаются. Так было с Любовью Орловой. Это была племянница Любови Петровны Орловой Нонна Юрьевна Голикова. Она пришла в галерею Марата Гельмана. Она радовалась, что наконец-то опубликовали эти фотографии. Она не в Марате, нормальная женщина. Она говорила, вот здесь я стояла? Ну, я была такая маленькая, чтобы в кадр не попало. Я помню этот момент. Извините, я старался, конечно. Видео «Женщина, как она есть» – еще один проект на этом вернитаже. Особенно досталась Ренате Литвиновой, которую актер явно недолюбливает. Она меня, девушка, настолила в какой-то момент. Я взял ее и проспевал. Понять этого экстравагантного художника не каждый способен. А он и не стремится всем понравиться. В первый раз выставляться в Петербурге был определенный риск. Питерская публика, естественно, неоднозначно воспринимает как это показатель как раз, в общем-то, очень высокого артиста, высокого искусства, когда нет однозначных мнений, а идут споры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!